Скажите, как в глобальном смысле влияет развитие человечества на Земле, на развитие Вселенной? Мы очень глобальные. Есть такая пословица, каждый суслик у себя на поле агроном. В этой точке зрения мы очень глобальные. Я много городов объездил, и в каждом городе ко мне подходит, а вы знаете, Олег Геннадьевич, что Алма-Ата — это центр Вселенной. Слышали об этом? Я говорю, я догадываюсь. То же самое мне говорили в Саратове, то же самое мне говорили в Омске. И везде находится точка. Вот в Алма-Ате эта точка находится в горах, точка центра Вселенной. В Омске находится, там деревня есть одна под Омском, километров 200. Там центр Вселенной. В Саратове прямо в городе. Все нормально. Никуда бегать не надо. И так далее. Знаете почему? Потому что у нас есть определенное чувство вот этой собственной значимости. Это чувство имеет ложную природу. Нам кажется, что как бы... Об этом же писали ученые-поэты, да? Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Помните Пушкин, да? Или кто? Пушкин же. Не помним. Вот это вот наша проблема. Как Земля влияет на Вселенную? Лучше подумать, как Вселенная на меня влияет. Лучше подумать о том, как я в гармонии нахожусь с Вселенной или нет. Вот мы разбирали тему режима дня. Все люди сами себе создают режим дня. То есть я как хочу, так и живу. У меня свой режим дня. Вот. А оказывается, другая совсем ситуация. Есть солнце, которое дает нам силу бодрствовать. Вот люди думают, а у меня бодрость, она моя. Это я бодрый. А оказывается, нет. Ведь ночью она тает, бодрость. Человеку хочется спать. Почему вот что-то такое мешает мне быть бодрым? Это энергия Луны. Она успокаивает. Успокаивает, снижает силу человека. А утром, наоборот, что-то поднимает. Я хочу лежать, а меня крутит, как бы я хочу поспать еще. И не дает что-то, какая-то сила меня поднимает. Это солнце. И веды говорят, надо в ногу со временем идти. Солнце движется вверх, надо вставать пораньше. И пораньше ложиться спать, чтобы под влиянием света Луны выспаться. Под солнечным светом быть бодрым. В результате человек становится сильным. Потому что ему не надо бороться с этой силой, которая идет из дне. Но почему мы об этом ничего не знаем? Потому что есть очень сильная тенденция внутри считать, что я контролирую ситуацию. Каждый человек так думает. Вот, допустим, муж женится. Он думает, ну, жена такая слабая. Она, как бы, мне подчинена. Она моя жена. Полностью выполняет все мои желания, все. Но женщина совсем по-другому думает. Или она так же считает, что она подчинена мужу, выполняет его желания. Женщину так считаете, нет? Нет, а как вы считаете? В сердце давать честность. Что на самом деле зависит от меня. Не покормила сразу. Готов. Все. То есть я главенствую, я ситуацию. Если мне надо платье, я все равно выпрошу. Женщина знает, что она выпросит платье, нет проблем у мужа. Так или нет? Знает. Да кто контролирует ситуацию? Женщина считает, что женщина. Мужчина считает, что мужчина. Ситуацию контролирует Бог на самом деле. Я же говорю, каждый суслик у себя на поле агроном. Эта пословица касается нас всех. Потому что мы находимся в иллюзии. В результате влияния своего эгоизма, этой силы, которая изнутри говорит, что я здесь управляю ситуацией. Тогда вопрос, что неужели мы никак не влияем на ситуацию? Влияем. Если понимаем. Вот смотрите, если человек ставит себя в правильное положение в этом мире, он становится могущественным. Вот в чем могущество человека? Вот смотрите, давайте возьмем пример. Идет битва. Один солдат считает, я тут самый сильный воин. Хорошо, если ты самый сильный воин, иди, сражайся со всеми один. Другой вариант. Солдаты считают, что мы сильны вместе. В подчиненном положении они находятся. Смотрите, допустим, римляне, да? У них как один организм все работает. Раз щиты вверх, раз щиты вниз, раз стрельнули, опять щиты вверх. И они закрыты, с ними ничего не сделаешь. Все защищено. Потому что одна система работает все как одна система. Так? Сила? Сила. А кто разрознен, там нет силы. Они каждый сам по себе сражаются. До свидания. Война проиграна. Все. Это везде работает одинаково. Причина заключается в том, что мы на самом деле дети Бога. Мы должны понять, чего Он хочет от нас. Есть священные писания, понимаете? Не убивай. Возлюби ближнего, там и так далее. Есть заповеди. Человек их соблюдает. Он каким становится? Могущественным. Почему? Потому что он находится в гармонии с силой, которая всем здесь управляет. С этой силой он в гармонии находится. Видите, в чем могущество человека заключается? Не быть как бы крутым, типа я сам решаю, кто тут. А надо в гармонии с силой находиться. Так или нет? Но у нас этот бунтарский дух есть в природе. Вот какого бы правителя нам не поставили, все равно будет плохим. И сейчас уже, ну я не знаю, куда лучше вот. Но если сравнивать, до этого я не буду как бы сравнивать. Но до этого сколько было всяких, так? Ну что, разве плохой правитель сейчас? И все равно плохой, да? Почему? Потому что мы не хотим оценивать себя как личность, а хочется оценивать других. Мы хотим оценивать, что мне положено, где я должен жить и как. Мы считаем. А это означает иллюзия. Потому что вот где нам положено, там мы и живем. Как у нас должно быть в жизни, так и идет все это в нашей жизни. Это называется трезвый подход жизни. Но он достигается с помощью того, что человек ставит себя в правильное положение по отношению к этому миру. Я подчиненный здесь, а не главенствующий. Мы не должны дождать милости от природы. Взять их у нее, наша задача. Помните, да? Хорошо. Давайте посмотрим на правде в глаза. Если сейчас кислород отключат, сколько мы проживем? Если сейчас воды не будет, сколько мы проживем? Если пищи не будет, сколько мы проживем? Притяжения в земле и земли не будет, сколько мы проживем? Смотрите, сколько факторов, от которых мы зависим. Очень много факторов. Вот если мы такие крутые, тогда руку парализовало. Почему бы мне ее не поднять? Я управляю всеми руками и ногами. Я господин. Хорошо. Руку парализовал, если ты господин, поднимай. Не можешь, значит, что-то другое управляет. Это же лизонно понять. Или почему я не молодею, а старею? Что-то управляет во мне и не дает мне возможность молодеть. Хотя я хочу молодеть, никто стареть не хочет. Значит, я не управляю ситуацией. Так или нет? Вот это называется могущество уже. Почему? Потому что человек чувствует внутри, что все равно есть какая-то сила. И в чем сила человека? Вечности. Мы вечные. Мы никогда не умираем. Хорошо. Если я сейчас живу, как хочу, зачем мне нужна тогда эта вечность? Если есть закон справедливости, я живу, как хочу, что значит будет со мной дальше? А дальше будет не алло. Почему? Потому что вечность заставит тебя отвечать за свои поступки. А не хочется об этом думать. Видите? Не хочется. Хочется, чтобы было по-другому. Я типа главный здесь. Ничего подобного. Мы здесь подчиненные. И в этом могущество, когда человек понимает, что он подчиненный, он начинает правильно жить, правильно поступать, получает правильные результаты. Он сильный, как единый винтик механизма, который высшие силы сделали здесь для нашей жизни.